12 февраля магнитка простилась с Виктором Георгиевичем Аникушиным. Огромное количество людей, следуя зову сердца, пришли проводить этого замечательного человека. Виктор Георгиевич был магнитогорцем с большой буквы, любил свой город, создавал, строил его. Помог пережить экономически крайне тяжелое время. Очень уважительно относился к людям старшего поколения. Проститься с Виктором Георгиевичем Аникушиным пришли его соратники, единомышленники, бывшие коллеги по работе в Тресте Магнитострой, администрации города, простые горожане. Люди уважали и любили этого сильного, смелого, волевого человека, умевшего решать самые сложные и ответственные задачи в родной магнитке. Это был, наверное, 85-й год, год начала строительства кислородно-конвертного цеха. Это была очень значительная веха в жизни магнитостроя и комбината, когда переходили до новой технологии, строился конверт долгожданный. И здесь все проявилось, его знание как инженера, инженера, даже, можно сказать, и конструктора. В совместность с Гипромезом строительство шло параллельно с проектированием, поэтому он постоянно контактировал с Гипромезом, со службами Гипромеза. И в результате всего за 5 лет был построен громадный передовой, для того времени, конвертерный цех. Проститься с Виктором Георгиевичем Аникушиным приехали глава города Магнитогорска Сергей Бердников и генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев. Виктор Георгиевич прожил жизнь как любящий сын своей родины. Он родился в Магнитке, получил образование, как инженер осветил все свои силы, чтобы строить Магнитку. Как глава города приложил усилия для того, чтобы развивалась Магнитка, была такой, как мы ее сегодня знаем, видим. Он заложил, дойдет под коды, приемы и планы. Вечная память почетному гражданину города, плоды его труда нас окружают. Мы будем благодарны и будем помнить. Ушел из жизни значимый человек для нашего города. Он всю свою жизнь посвятил городу Магнитогорску, прожил в нем. Причем оставил широкий след строительства города. В том числе Виктор Георгиевич, конечно, очень большой вклад внес в это, проработав в тресте магнитострой. Ну и нельзя отметить, конечно, на посту главы города. Он отработал два срока тоже. Вот этот период был достаточно сложен для всей страны, в том числе для нашего города. Сегодня о этом человеке можно говорить только хорошее. Поэтому, ну, как у нас говорят, пусть земля ему будет пухом, а наши воспоминания будут вечны. Виктор Георгиевич Аникушин ушел из жизни на 78-м году. Виктор Георгиевич Аникушин